Привет, друзья! На связи снова канал «Знамя уже выехали». Пара выпусков о послании Тукаева и последующих затем перестановках уже было на канале. Из того, что я не сказал, так это вот два самых молодых министра, Зульфия Сулейменова и Асхат Уралов. Им по 33 года все-таки остались без каких-либо министерств. Ставка на молодых пока не сыграла, подумал, вероятно, Тукаев и отправил их в запас взрослеть. Это ладно, а вот сегодняшний выпуск, он чуть больше про основную, что ли, часть послания Тукаева, про экономический курс справедливого Казахстана. По идее, такой заголовок пахнет чем-то революционным. Но еще и цитата, да? «Мы должны поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан». Конец цитаты. И направление, в общем-то, хорошее. Казахстан – страна с очень бедным населением. По официальным данным, за первый квартал 2023 года у 90% населения доход на душу не превышает 151 тысячи тенге в месяц. Это значит, что если не оперировать теми красивыми средними показателями зарплаты, а посмотреть чуть поглубже на распределение доходов между экономически активным населением, то будет вот такая картина. Она отражает реальность гораздо лучше, потому что мы видим разбивку 100% населения по 10 группам. Их еще называют децели. И вот 9 из 10 групп, то есть 90%, оказываются в реальности за порогом в 300 долларов в месяц. Так вот, Ансбанк тоже отмечает ухудшение материального положения населения за последние годы. Более 50% доходов мы тратим на еду, а инфляция в продовольственной сфере бьет рекорды среди стран Стральной Азии и постсоветских стран вообще. При этом в своем послании Тукаев об этом всем тактично умалчивает и, наоборот, говорит, что наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития. Тем не менее, все эти цифры есть, их можно найти в отчетах Нацбанка и на сайте БНС, то есть данные вполне себе официальные. Остается только думать, что эти показатели, ну, не ключевые, ведь президент говорит, что динамика положительная по всем остальным вот ключевым показателям. Ну да ладно, в любом случае Тукаев озвучивает планы брать новые экономические высоты, и для всех нас, по идее, ну, хорошо. Но, честно говоря, ВВП в стране уже и сейчас довольно высокие, а еще у нас не самая маленькая средняя зарплата, да, та самая красивая, 350 тысяч тенге в месяц. И тут есть ощущение, что да, нас где-то, мягко говоря, обманывают, вот как одни цифры уживаются с другими, почему ВВП и средняя зарплата неплохие, а 90% живет на 200-300 долларов в месяц. Об этом мы поговорили с экспертами из экономической отрасли, мне бы самому очень хотелось разобраться, действительно ли кастанцы настолько бедные, почему так происходит, на какие цифры надо ориентироваться, и поможет ли план Тукаева, о котором мы поговорим еще чуть позже, разрешить эти проблемы. Кстати, отдельный вопрос, какую такую экономическую модель имеет в виду Тукаев, на которую нам надо перейти, а что за модель у нас сейчас. Выпуск будет не очень длинным, и скорее по делу, так что поехали разбираться. СМИ, как правило, обычно продвигают очень часто средний там доход, среднюю зарплату, да, казахстанцев, которая на самом деле не совсем отражает, так скажем, доходы, которые есть вообще в целом у населения, у домохозяйства. Достаточно сказать того, что почти 90% показатель дохода на душу населения, он ниже среднего, который составляет 154 тысяч по итогам всего прошлого года. Большинство населения все-таки находится в таком, скажем, социальном слое по уровню доходов, что им подчас не хватает даже на одежду и на обувь, чтобы купить на следующий сезон, приходится брать кредит. А с другой стороны, то, что у нас уже достаточно долгое время, никто не верит, что вот там средние зарплаты, которых на самом деле не существует, все понимают, что средних зарплат в стране нет. Откуда у нас такая средняя зарплата? А это уровень неравенства. Это вот это дикое расслоение общества, которое мы имеем. То есть мы имеем небольшой объем людей, у которых денег, ну, очень много, в то же время 90% живут на 200-300 долларов в месяц. Если посчитать среднее арифметическое между первыми и вторыми, то да, мы получим среднюю зарплату, это оказывается, ну, не байка. Но больше всего, наверное, интересует то, что в этой, вот этой там всей разбивке, да, вообще, так скажем, распределение доходов, 10-я децильная группа, даже внутри нее есть очень большая асимметрия. Дело в том, что средний показатель по вот этой 10-й децильной группе, да, в среднем душе насилия составляет там 270 тысяч, если не ошибаюсь. То есть это, чтобы вы понимали, там максимальный показатель, он там больше 2-3 миллионов, ну, близко к этому показателю. Добавлю один интересный момент, что как раз в структуре этих доходов, которые вот мы с вами говорили, в последние годы все еще высокая остается доля социальных трансфертов. Если вы обратите внимание внутри статистики, к примеру, за последний год, если я не ошибаюсь, 22% доходов. Это могут быть пенсии, там, какие-то социальные пособия, и то есть все, что государство выплачивает. Практически половину своих доходов население тратит только на еду, и доля тех, кто 50% своего дохода тратит только на еду, составляет примерно 60% населения Казахстана. Похожая ситуация, как средние зарплаты, которые не очень имеют отношение к большинству жителей Казахстана, у нас и своего ПНД душу населения. В Казахстане это примерно 1,5 тысяч долларов. Это в два раза выше, чем в Грузии, Армении, Азербайджане, раз 5 выше, чем в Узбекистане или в Кыргызстане. Вообще, среди 203 стран мира мы на 65-м месте. Это довольно неплохое положение. И тут не секрет, что Казахстан делает деньги во многом на богатых природных запасах. Давайте для объективности скажем, что не только на них, но все-таки мы сырьевая экономика. Мы продаем сырье за рубеж, делаем это в больших объемах, и отсюда наше ОВП на душу населения, который в 2, 3, 5 раз превышает аналогичные показатели соседей, которые такого сырья не имеют. Это и есть текущая экономическая модель, которую еще называют сырьевой или нефтяной иглой. И в нулевые нефтяной бум действительно сделал богаче не только элитную небольшую группу людей, но и повлиял на доходы всей граждан страны в целом. Какое-то время жить, правда, становилось лучше, но в последние годы, с 2015 года точно, эта модель начала буксовать и стала требовать изменений. Здесь возникла проблема. Во-первых, Казахстан столкнулся с двумя вещами. С одной стороны, он столкнулся с исчерпанием текущей модели экономического роста, который был построен на добыче сырья, экспорте ее, получении валютной выручки. А во-вторых, как раз к этому моменту Казахстан подошел к так называемой ловушке среднего дохода. Это общее место, скажем, в экономической теории есть такое понятие, как ловушка среднего дохода, когда страна растет, 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 и в какой-то момент она становится страной, скажем, со средними доходами. То есть страна была бедная, теперь она не такая бедная, ей надо переходить уже на другую, скажем, во-первых, экономическую модель, а во-вторых, искать другие источники роста, развития и повышения уровня доходов, но это не получается. Тут надо сказать, что ловушка среднего дохода предмет споров. Наш постоянный спикер, которого вы хорошо знаете, экономист Ильдаршин Судинов, говорит, что это, грубо говоря, такой бла-бла-термин, который был придуман ребятами из World Bank в 2007 году, чтобы объяснить поведение развивающихся стран и стагнацию экономики. Если же немного пойти в ресерч, то некоторые исследования находили доказательства того, что замедление роста более вероятно на уровнях среднего дохода, а оценивается это по ВВП, и мы вот в эту категорию входим. Другие экономисты считают, что дебаты о ловушке среднего дохода, ну, попросту устарели. Вот сейчас страны с средним уровнем дохода демонстрируют более высокие темпы роста. Еще были исследования, которые называли ловушку среднего дохода такой вот политической ловушкой, потому что на самом деле экономический метод ее определения есть, просто немногие страны ее используют из-за своей политической ситуации. Они связывают причины ловушки со структурными проблемами и неравенством. Это такое вот небольшое образовательное отступление. Но существует такая ловушка или нет, а факт остается фактом, наша экономика развивается очень слабо. Тукаев в своей программе речи как раз таки говорит, что надо как-то двигаться вперед, менять эту ситуацию, хотя никаких реальных посылок для осуществления этого плана эксперты пока не видят. Давайте послушаем, чем заключается его предложение. Последнее послание Тукаева как раз было об этом. Попытка перейти на новую экономическую парадигму. Уж не знаю, в чем она заключалась. Но вернее как, я понимаю, он предложил начать строить следующий экономический передел. Вот так. То есть, грубо говоря, опять же, у нас есть сырье, мы это сырье все это время вывозили, 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 но, ребят, у нас сырья хватает. Давайте следующий экономический передел заключается в том, что мы начинаем обрабатывать это сырье. В целом, ничего прорывного в послании Тукаева по большому счету не было. То есть, там не было чего-то такого, что вау там. То есть, он не произвел вау-эффект среди экспертов, среди экономистов и финансистов. Арман объясняет, почему, по его мнению, не было вау-эффекта. Потому что это примерно то, как все должно быть по учебнику. Чтобы сырьевая страна шла вперед, она, по крайней мере, должна стать страной, обрабатывающей сырье. Тогда появится дополнительная стоимость на наши природные ресурсы. Кстати, в своем программном послании Тукаев выдвинул еще цель удвоения ВВП в ближайшее время. И тут не очень понятно, как это сделать без смены экономической модели. Да, уже достигнутый высокий ВВП был получен во многом с помощью продажи сырья. Но эта система себя исчерпала. Теперь нужна другая модель, в которой продажи сырья не будет такой значительной историей. Ну и, по крайней мере, доходы от сырья должны грамотно перераспределяться. Для того, чтобы добиться такого роста, необходимо, наверное, к существующим, да, наверное, драйверам экономики добавить еще какие-то новые источники роста, которых, к сожалению, пока что не наблюдается. Коллеги у нас с Energy Analytics я сегодня тоже постил на канал, делали интересный сценарный анализ, по которому при текущей зависимости от цены на нефть цена на нефть должна вырасти чуть ли не до 170 долларов за баррель для того, чтобы экономика осталась удвоилась к 30-му году. Что на эту тему говорит сам Тукаев? Основной проблемой, ограничивающей рост экономики, является нехватка инвестиций. Дефицит инвестиций равен отсутствию роста в будущем. В прошлом году вложения в основной капитал составили всего 15% от ВЛП. Во многом это следствие того, что отечественные банки мало участвуют в развитии экономики. Такая ситуация вынуждает правительство заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. Это затратно, малоэффективно и противоречит принципам рыночной экономики. Конец цитаты. То есть давно могли бы двигаться вперед, но пока не хватило инвестиций и в этом виноваты банки, если я правильно понял Тукаева. Но даже не будучи экспертом по экономике, я понимаю, что это немного странный тезис, потому что ну не может такая глобальная проблема, как буксующая экономика на сырьевой игле возникнуть из-за плохих банков. Или так, если банки не участвуют в развитии экономики, ну наверное им это невыгодно, ведь банки не занимаются благотворительностью, наверное что-то не так с рисками, с прибылью и так далее. Но вообще эксперты видят здесь, можно сказать, два глобальных препятствия, которые если реально смотреть на вещи, пока для Казахстана буквально бетонная стена. Первое это, грубо говоря, отсутствие мотивации у лиц, принимающих решения. Если ты не имеешь стратегического взгляда на будущее страны, то любая твоя идея, она как раз таки утонет во всей этой бюрократии, во всех этих бла-бла-бла, о которых все время... Здесь можно хоть до хрипоты спорить и обсуждать это дело, только толку от этого мало не будет. Если на самом верхнем уровне, то есть чиновный аппарат, то есть бюрократический аппарат, сам не поймет, зачем ему это надо. Вот ему и так хорошо. Добываем нефть, отправляем за рубеж. Все же замечательно. Денег-то хватает. Ну нам хватает. А вам, ну... Это и другой вопрос. Нам-то хватает. Зачем вообще что-то менять? Проблема-то в этом. Пример Южной Кореи, Японии и других стран, которые добились мощного экономического роста в 20 веке, это как раз в ситуации, когда никакого сырья у стран, опять же, не было. Поэтому и не было такого положения, как у нас. Когда продажи нефти прилично выполняют казну, богаты становятся богатыми, а все остальные из бедности доросли до уровня стабильных макарон на полке и удерживаются в таком состоянии годами без какой-либо динамики. То есть там была мотивация понятная, а у нас с ней, получается, есть проблемы. Здесь нужно сказать, что эти примеры немного утрированные, но, на мой взгляд, для нашего обывательского уровня они все равно яркие и полезные. Вторая история. Часть это заход уже на второй круг ада, что сам по себе переход на обрабатывающую промышленность это хорошо, но не панацея. Долгосрочное экономическое развитие сложно себе представить, говорят наши эксперты, без либерализации. То, чего я, к сожалению, не услышал, но должно было бы быть по-хорошему, стране очень сильно не хватает либерализации. Надо проводить либерализацию. Во всем, везде присутствие государства в экономике достаточно большое. Попытки либерализовать что-то где-то как-то, конечно, есть. Президент, опять же, об этом постоянно говорит, что там ЭРО, Стану надо на IPO, там еще там что-то. И многих квази-госов там тоже выводить на IPO. Это тоже имеет место быть, но, как мне кажется, недостаточно. Так что слово Тукаева, как мне кажется, пока хрестоматийный пример популизма, что ли. Он говорит как по учебнику про вещи, которые следовало бы делать в нашей экономической ситуации. Упоминает обрабатывающую промышленность, упоминает либерализацию. Потом точно совершает какие-то незначительные шаги, якобы в эту сторону, а в отсутствие ощутимого результата винит банки. И главное в послании он, не моргнув глазом, заходит с козырей, когда описывает экономическую ситуацию, говорит, что по всем ключевым показателям у нас все хорошо, что уже само по себе не бьется с тем, что экономический рост чем-то ограничен, в чем были виноваты банки. Если вы запутались, напоминаю. И тут опять же я молчу о том, что реальные доходы на душу населения не превышают 300 долларов у 90% населения страны. Я не говорю, что идеи Тукаева, они тупиковые. Я про то, что я пока себе не представляю и не понимаю, как это будет реализовываться на практике. Честно говоря, даже не знаю, что здесь еще добавить, как будто бы классическое послание Тукаева за все хорошее, но что будет на практике? Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, проявляйте любую активность. Это очень большая помощь в продвижении нашей работы. Все, всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok